Перемирием и не пахнет. Боевики на Донбассе все чаще провоцируют украинских военных на ответный огонь. Сегодня обстреливали армейцев уже пять раз, в основном из пулеметов и гранатометов. На позициях в районе Авдеевки работал Геннадий Вивденко. Работают активно снайперы. Были уже раз потери. Раз повезло, чисто в каску попал. Каска взлетела. Эскалацию боевых действий. После некоторого затишья здесь, под Авдеевкой, наши солдаты, в частности, связывают с гибелью главаря террористической ДНР. Враг, очевидно, нервничает. Противник сейчас очень агрессивный после потери своего ваташка стаи. И вот уже два дня вперед идет провокация, чтобы мы отвечали им. Наши бойцы получили жесткий приказ командования не поддаваться на вражеские провокации. Мы, покуда мы учим, что перемирие у нас. Для нас перемирие существует. Для них это невозможно. Сейчас противник в районе Авдеевки ведет тонкую психологическую игру с нашими военными. Открывает огонь из крупнокалиберных пулеметов, провоцирует. Потом зовет международных наблюдателей и пытается обвинить украинскую сторону в эскалации конфликта. Боевики последовательно пытаются заставить наших солдат открывать огонь. И таким образом доказать якобы факты нарушения школьного перемирия с украинской стороны. Нашим иногда все же приходится отстреливаться в критических ситуациях. И только после отдельного разрешения командиров. Леонид сегодня ночью погасил огневую точку врага. После длительного вражеского обстрела была опасность атаки диверсионной группы боевиков. По разрешению раз, так как сильно ответил тогда. Ну я тут с автомата стрелял. Потом они затихли. Участились их прострелы из 14,5 калибра вчера стреляли. К нам пролетало. Судьба же 15-го по счету перемирия, достигнутого две недели назад в Минске, у защитников укрепрайона на шахте Бутовка сомнений не вызывает. Опять провокации ждем от них. Чего еще от них ожидать? Мы свое дело делаем, мы стоим на защите. Мы на провокации их не поддаемся. Но если попрел противник, мы им дадим отпор серьезный. Пока же украинские воины тщательно укрепляются на позициях между оккупированными Ясиноватой и Донецком. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Субтитры создавал DimaTorzok